Теперь я знаю, о чём вы думаете. Разве в Советском Союзе были выборы? Но ведь это было однопартийное государство. Да, но это не означало, что вы не могли голосовать. И в СССР было много выборов, открытых для широкой советской публики. Характер выборов менялся в течение десятилетий, вследствие чего мы сосредоточимся на тех годах, когда Советским Союзом управлял Иосиф Сталин, поскольку на самом деле он не тот, кого бы вы ассоциировали с демократией. И поэтому граждане СССР выбирали представителей в Верховный Совет, законодательный орган правительства, и эти выборы проводились каждые 4 года. И процесс этих выборов был довольно простым для граждан. Когда наступал день голосования, они приходили на свой местный избирательный участок и получали свой избирательный бюллетень, в котором был бы только один кандидат. Так что большинству людей тот факт, что они могли выбрать только одного коммуниста, кандидата, одобренного партией, казался не очень демократичным. Однако эти выборы были не без цели, и в некотором смысле они дали рядовым советским гражданам право голоса в том, в какую сторону СССР будет дальше идти. До этого важно сказать, как отбирались кандидаты, и что это значило, и как СССР действовал после этих выборов. Очевидно, что вы не могли попасть в избирательный бюллетень без явного согласия Коммунистической партии, и подавляющее большинство кандидатов были кандидатами от... кого бы вы думали? От Коммунистической партии. Кроме того, если вам интересно, почему все кандидаты оставались без сопротивления, это то, что партия не позволяла себе выглядеть раздробленной, и просто чтобы вы знали, как будет проходить процесс голосования, слушайте. Первое. Вы окажетесь на избирательном участке. Второе. Вы получите избирательный бюллетень, в котором будет указано имя вашего кандидата. Третье. Вы поместите бюллетень в урну для голосования, и это будет засчитано как голос за кандидата. Но что, если человек не желает голосовать за кандидата на бумаге? Тогда он может свободно войти в кабину для голосования и набросать имя кандидата. Но тогда все будут знать, что вы сделали это потому, что вы были одним из немногих, кто сохранил свой голос при себе. Так что с выборами, проводимыми таким образом, не было никакого смысла в них? Ну, на самом деле нет. Государство использовало выборы для демонстрации народной поддержки Коммунистической партии в её политике. Высокая явка означала, что она была широко популярна, и политическая элита использовала её, чтобы показать миру, что они пользуются народной поддержкой. Вот почему правительство пошло на всё, чтобы заставить людей голосовать. И если бы вы были на работе в шахте, они бы принесли вам урну для голосования туда. Итак, как эти выборы пошли на пользу обычным людям? Вот в чём дело. Кандидаты-коммунисты могут быть и неизбранными, несмотря на то, что это будет избирательная конная гонка. И если вы видите, что ваш кандидат не набрал 50% голосов, будь то из-за испорченных бюллетеней или низкой явки, тогда они не были избраны. Выдвигался новый кандидат. Зная это, советские граждане часто собирались вместе и делали петиции о местных изменениях. И если их не слышали, никто не выходил голосовать. Поэтому, если бы какой-то политик хотел сохранить свою работу, он должен был сделать что-то хорошее. Так что, по сути, советская демократия на самом деле не была демократией. Но было бы неправильно утверждать, что эти выборы были не более чем фарсом или пустой тратой времени. Советские граждане могли использовать это, чтобы добиться местных улучшений. Возможно, это не было особо демократичным, поскольку вы не могли напрямую проголосовать за коммунистическую партию. Но это в очень небольшом смысле дало вам представление о том, как происходили выборы в СССР. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну а вы напишите, насколько демократичными были выборы в СССР. До скорого! Продолжение следует...